А кто сказал, что кто-то вот здесь в этом зале сидящий против того, чтобы утеплили здание, чтобы там были занятия, вам охота там гимнастику, кондиционеру там захочется чего-то еще или наоборот не захочется гимнастику. Это вы сейчас рассуждаете по пусту, потому что решать не отделу физкультуры сборта потом, а решать тому, кто примет это здание в концессию. И он будет решать, что там размещают. Вы единственное, вы смотрели кондиционное соглашение, вы единственное пишите там бесплатные часы для борцов. Да, это там прописано. Никакой там гимнастики не прописано. Вот я о чем хочу сказать, что когда мы принимаем какой-то нормативный документ, значит, это как вот в Госдуме, примут закон из благих намерений, а потом он не работает. Или работает не так, и вносят туда какие-то дополнения, разъяснения, еще иные законодательные акты. У нас такой возможности нет. В городе Беженке, если мы принимаем нормативный акт, мы должны по максимуму этот нормативный акт отработать. Вот, Андрей Васильевич, а почему вы считаете, а я вот категорически против, что в кондиционном соглашении подписали кондиционеру возможность передачи имущества третьему лицу. А я считаю это неправильно. Если мы сегодня говорим о ком-то, кто хочет сделать благотворительность, и я доверяю тоже этому человеку, то я не могу доверить третьему лицу, кто бы то не пришел на премьерку. И где у вас гарантия, что у нас любой, вот сейчас вот это решение, которому мы дадим согласие, оно пойдет в процедуру по закону. Это публикация, это аукцион, это конкурс. И теоретически не предположить, что, допустим, не заявится кто-то еще иной, например, никто гарантию стопроцентную не даст. Правильно? Правильно. А чтобы нормативный акт был, вот то, что вы сидите и разглагольствуете, откройте пояснительную записку, там ничего нет. Вот сегодня, вот сегодня у нас просто решение дать не дать. А чтобы, как я понимаю, как меня учили, да, а чтобы вот все было по закону, к этому дать, должно быть приложено конституционное соглашение, отработанное, с депутатами, что возможно, что невозможно. Вот пример яркий конституционное соглашение по муку ГБУ. Отработала комиссия? Рабочая группа. Отработала, Виктор Филиппович? Отработала. Без рабочей комиссии добавляют туда изменения? Добавляют. Скажите честно? Добавляют. Мы участвуем в этом добавлении? Не участвуем в этом добавлении. Я просто хочу сказать всем, я-то тоже за, но давайте доработаем. Давайте конституционное соглашение доработаем, приложение сюда приложим, и все. Людмила Ивановна, Людмила Ивановна, я некрасивый пример привела про Родину, некрасивый. Но ведь это то же самое, муниципальное имущество. Кто вам мешал, чертами, у вас. Это же сегодня... Вот на ремонт флока нет денег в бюджете, на ремонт Родины тоже нет денег в бюджете, но подход должен быть одинаковый, это муниципальное имущество. Мы любим Родину, мы любим свои спортивные сооружения. Надо читать на танциссию. А я не читаю, что кажется. Я вас просто призываю, не торопиться, я тоже за. Но давайте доработаем конституционное соглашение. Давайте уберем такие корруптоогенные факторы и слова. Не перебивайте. Я вас не перебивала. Значит, мне не нравится, что ТУ-25. Конституционер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другими лицами, сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды. А где у вас гарантия, что в договоре аренды можно предусмотреть все, что угодно? Вы только торолируете договор аренды. Виктор Филиппович, что значит торолируете? Где у нас полномочия? Где у вас полномочия? Виктор Филиппович, ну если так рассуждать теоретически, ну а зачем вы тогда здесь? Да зачем тогда давать согласие? Ну пусть все решают сами. Если уж вы хотите дать согласие, так вы грамотно дайте согласие. Есть предложение подвесить? Почему? Я тоже, чтобы я не буду. Ну если бы вы вчера пришли, задали, возможно, вы бы убедились. А мне кто-то пригласил на эту правительство? А вы, я считаю, как? А у вас председатель есть, чего он нас не пригласил? Три комитета выезжали. Почему тогда Нина Александровна была одна без вас? Я не понимаю. И сегодня, чтобы задать вопрос. Валерий Георгиевич, есть предложение выезжать и тренировать. Вы меня, пожалуйста, не передавайте. Я хочу договорить, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы приняли такое решение, но не торопясь. Я просто призываю, давайте отложим этот вопрос, давайте соберемся на мне очередную сессию, отработаем нормативные акты и примем это решение. Что здесь такого плохого? Мое предложение. Не торопиться. Спасибо. 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 Спасибо.